Где-то среди холмов и скал скрытый от глаз спит амфитеатр. Когда-то здесь кипела жизнь, теперь только ветер промчится мимо, и да иногда случайный турист заглянет сюда. Почему их так много здесь, в Средиземноморском легионе, а именно в Малой Азии? Почему в горах, вдали от цивилизации? Мы врели думать, что это просто театры, места зрелищ, музыки и песен, аплодисментов и выступления ораторов. Но что, если перед нами нечто совсем иное? То, если ступени не для публики, а для потопов воды? Что, если камень не просто декорация, а элементы сложной конструкции, след инженерной мысли и элемент древней технологии? На этих землях сохранились сотни античных театров. Их так много, что это больше похоже на инфраструктуру, чем на места развлечений. И вот что удивительно, новые постройки повторяют старые линии, как будто мы неосознанно создаем утраченное, следует древней логике. С разницей, только что сейчас, во времена прогресса и поголовной культурной перенасычности, театры есть только в крупных городах и областных центрах, а в древности это сооружение было почти в каждой деревне, при том, что население в древности было на порядок меньше, как заявляют историки. Многие из этих театров, рядом с термальными источниками, секведуками, оттатками систем каналов, чего только нет рядом с ними, и единственное, чего нет, только это жилых сооружений, где могли бы жить люди, ведь все, что мы видим, это храмы, стадионы, гробницы. За последние месяцы мы побывали в десятках древних городов, Сильге, Термеса, Ксантос, Патара, Перге, Сиде, везде одни и те же формы, те же повторяющиеся элементы, как будто кто-то чертил эти театры по одному шаблону, снова и снова. Смотрите на геометрию, она слишком точна, чтобы быть случайной. Если измерить чаши крупных амфитеатров, мы увидим одно и то же, диаметр около 100-105 метров, разброс не более 5%, угол наклона, количество рядов, даже пропорции ступеней почти идентичные, глубина 62 сантиметра, высота 42, по современным стандартам неудобно, даже опасно. Ни одного театра с отклонением от общей схемы, все по шаблону, все как будто для конкретных целей. Планы, зафиксированные еще в 19 веке, подтверждают та же форма, та же логика, те же радиусы, театр в Сиде, Аспендесе, Пергве, все построено как по кальке. Даже расположение вспомогательных помещений арок совпадает. И это не локальные эксперименты, и это серийное производство. Стандартизация как будто по госзаказу, но откуда и зачем? И теперь немного о практике. Сидеть на каменных ступенях, даже с поролоновой подушкой испытания, через два часа задница становится квадратно и спина затекает, а без спинки оплокотиться просто некуда. И это не просто неудобно, это физически тяжело. Ни один современный театр не проектируется по такому профилю. И дело тут не в комфорте. Такие ступени создают жесткую привязку к геометрии центру чаши. Слишком круто, слишком узко, слишком точно. Как будто зрители не главная задача этой архитектуры. Современные же кресла разработаны с учетом анатомии человека. Мягкая обивка, наклон спинки, оптимальная высота сидения. В отличие от них каменные ступени амфитеатров не обеспечивают комфорта, что ставит под сомнение их использование исключительно как для зрелища. Многие из этих театров расположены по соседству с термальными источниками, с акведуками, с остатками каналов. Акведуки, как артерии этого водопотопного мира, они подводили живительную жидкость от источников в горах до точек потребления. Это был не просто желоб, по-латыни спекус, на верхней платформе. Чаще всего мы обнаруживаем герметичные мраморные или керамические трубы. И это были инженерные магистрали, подводящие воду, как выясняется к амфитеатрам. Театры не стоят в центре города, они стоят рядом с чем-то, чаще всего на склоне холма. Умение вписать сооружение в ландшафт, использовать его гравитацию и уклон, это одна из ключевых характеристик культуры, чье имя нам не известно, но методы узнаются снова и снова. И вот еще что интересно, если в древний город вел Акведук, всегда рядом с ним находится амфитеатр. И это не совпадение, это закономерность. Каши амфитеатры. Не просто форма, направленная на сцену. Это точная геометрия, собранная из клиньев. Каждый блок притерт, как в машинной сборке. По краям водоводы, в основании остатки каналов. Все это не выглядит как архитектура развлечения. Это больше похоже на технологический сосуд, систему, работающую с потоками нагрузкой температурой. И все это куда еще не шло. Но в некоторых случаях, амфитеатр полностью вырезан в скалы. Без швов, без клиньев, в цельной горной породе. Это разрушает привычную картину мира. Потому что, чтобы вырезать такую чашу вручную, значит вырезать по радиусу десятки метров, шагом по вертикали примерно в 40 сантиметров, на глубину в несколько десятков уровней. И это не бронзовое зубило и каменный молоток. Чтобы повторить это, сегодня нам понадобятся буровые установки с алмазными коронками, гидроабразивные резаки, лазерные сканеры, а главное цифровой проект и инженерный контроль по всей геометрии. И это еще раз указывает, перед нами не просто амфитеатр, перед нами след технологии, который не должно быть в нашей истории. Но амфитеатры не только были сделаны под копирку, они уничтожались по одной и той же схеме. В сельге полностью разбита сцена, да еще симметрично разбит верхний уровень в пяти местах, как будто попал под прицельный артиллерийский огонь. Сиде – разрушение в геометрическом центре, раскол идет по радиальной линии, угловые линии, собранные на стяжках, обвалились, но при этом блоки не потеряли соединение друг с другом и лежат огромными кусками. В термесесе – осыпан фронт сцены, но чаша почти цела, как будто сдули несколько верхних уровней сидений. В Сантосе – нет ни сцены, ни верхнего яруса, как будто удар пришелся сверху и точечно. В терге – сцена разрушена слева, верх яруса обвалился, внутрь чаши, и это повторяется. Такое впечатление, что кто-то знал, как наносить удар. Разрушение – не хаос, а диаграмма. И чем больше мы смотрим, тем больше она складывается. Это не последствия времени, это не операция, землетрясение, скорее авария или контрольное выключение. То есть, во многих амфитеатрах мы наблюдаем одинаковую схему повреждений. Тот же сценарий. Сцена – первая под ударом, затем второй ярус. Будто знали, что именно там находится самое важное. Это уже не просто разрушение, и это похоже на попытку отключить систему, или спрятать ее суть. Возможно, где-то внутри этих сцен действительно находилось нечто. То, что не должно было пережить определенный момент истории. Что-то технологическое, или знание, или память закодированная в камне. Ерсий множество. То, если все чаши работали одновременно, были наполнены жидкостью, связаны с рельефом, а потом, в один момент, один мощный взрыв в атмосфере. Комета или оружие. Акустическая волна идет вниз в чашу. Жидкость воспринимает удар. Внутри гидравлический взрыв. Давление в сотни тонн. Чаша, врезанная в склон. Слабое звено. Определенно сцена. И она вылетает первой. И это не просто разрушение. Это резонанс. И он повторяется в каждом театре. А мне кажется, что у критка много совпадений. Театры одинаковые до сантиметра. Разрушения, повторяющиеся как по чертежу. И почти всегда рядом акведук, термо, стадион. Все это не случайный архитектурный стиль. Это система. Мы начали расследование. В каждой серии еще один элемент, еще одна аномалия. Попробуем понять, кто же скрыто в этих каменных чашах. Кто и строил? Зачем? И почему они теперь все мертвы? Ионы, театры, отведуки, концерны. Но где дома? Где рынки, лавки, кварталы, улицы? Где кто-то жил? Мы ходим по так называемым городам. Но нигде нет следов повседневности. Театр на несколько тысяч зрителей, а рядом только россыпь храмов, мавзолеев или гробницы. Где же дома? Все, что мы видим – инженерные объекты. Это не города. Это промышленные площадки. Четко зонированные, организованные, рассчитанные на задачу. Как современные промзоны. Накопители жидкости, отстойники, сепараторы. Все в камне, все на века. Вероятно, срок службы этих объектов совпадал со сроком жизни тех, кто их создавал. Может быть, тысячелетия. В Кумерском эпосе о Гильгамеше говорится, «Тысячи лет трудились боги, рыли реки, прокладывали каналы, реку тигр они прорыли, ефрат они прокопали. Они не жили среди людей, они работали, создавали и оставили после себя следы, которые мы теперь принимаем за города. А что, если у нас то же самое? Эти чаши, акведуки, стадионы – часть утраченной системы. А жили ли здесь те, кто их строил, мы пока не знаем. Амфитеатры не стоят в центре. Они не встроены в городскую сеть. Они прижаты к склону, врезаны в камень. Их положение подчинено не эстетике, а геометрии рельефа. Уклон, отвод, устойчивость. Как будто рассчитывались заранее. Это не урбанизм, это геоинженерия. После Иераполиса и Лаудикеи у нас возникла гипотеза. Может быть, амфитеатры – часть системы связи, передатчики, резонаторы, каменные чаши, усилители звука или частоты. Но в Термесосе стало все понятно. Их оси не связаны между собой. Некоторые вообще ориентированы в никуда. Как, например, в Термесосе смотрят прямо в скалу. Ни горизонта, ни открытого пространства. И если это была сеть, она работала не так, как мы привыкли. Зато в этих чашах мы находим следы работы с веществом. Вода, каналы, травертины, последствия минерализации. Желобки по краю сидений, как дренаж. Каменные вставки между блоками не декоративные, а функциональные. Остатки герметика, в том числе термостойкого, в местах, где зритель вообще не должен был находиться. В некоторых театрах мы видим осадочные кольца на камне, среды стоячей жидкости, а в некоторых случаях даже налет, который сходит только кислотой. Это не сцена, это реактор или накопитель. Или элемент, работающий с давлением, температурой, течением. Ни один из этих объектов не рассчитан на комфорт. Они были рассчитаны на процесс. Мы привыкли видеть в театрах зрелище. Но если забыть все, что мы о них знали, и просто сравнить их с инженерными объектами, то тоже мы получим. Диаметры, как у промышленных резервуаров. Степенчатый профиль, как у современных отстойников, где разделяют фракции по весу. Каменные бортики с дренажом, как у технологических чаш, где идет контролируемый поток. Геометрия купола, как у реактора, рассчитана на распределение давления. Все это мы видим и сейчас в современной промышленности. Но построенная из металла, бетона и пластика. А здесь все в камне, все с нулевыми допусками, со швами в доле миллиметров, без цифровых станков, без оптики, без чертежей. Или все-таки с чертежами, просто не с нашими. Чем больше мы сравниваем, тем меньше все это становится похоже на архитектуру, и тем больше на технологию. И чем глубже мы смотрим в структуру, тем больше понимаем, что сцена не была местом для актеров. Почти во всех амфитеатрах, под сценой или рядом есть отдельные помещения. Они небольшие, встроенные, тело стены или в подиум. Иногда сообщаются с основанием чаши, с каналами, с ренажами. В классической архитектуре им нет объяснения. Ну а если представить, что это элемент жидкостной системы? Даже в обычном аквариуме для рыбок настроена циркуляция воды, и это ключевой процесс. Есть подача, есть фильтрация, есть слив. Все должно быть сбалансировано, и все прядано за декорацией. Как и здесь, за фасадом сцены инженерная зона. Как будто там что-то распределялось, подавалось, смешивалось или охлаждалось. Возможно, именно из-за этого сцена уничтожалась первой. Она была не декорацией, а узлом, и узлом уязвимым. Слишком много совпадений. Чаши стандартные, разрушения повторяются. Герметики, дренажи, подземные ниши, штифоны, церны, акведуки, вода, камень, рельеф. Все впитано, все рассчитано. Рядом мы не нашли ни одного дома, ни одной улицы. Только технику, только форму, только логику. Все это не архитектура, это система. И если система мертва, но сохранилась, ее можно попробовать цифровать. Мы начали расследование. Впереди разрушения, которые выглядят, как удары. Следы воды, где зритель никогда не сидел. Радионы, на которых не проходили соревнования. И гипотеза о цивилизации, которую мы случайно забыли. Это не история. Это инженерная археология. И это только начало. В следующих сериях, в любви войны богов, плотные опыты, срезанные горы, засыпанные города, амфитеатры, которые никогда не были театрами. Десятки километров акведуков, собирающие растворенное золото. Загадки природы или следы забытых технологий. Технологий, которые не были описаны в учебниках. Которые не учитывает официальная история. Но они все еще здесь, прямо под нашими ногами, среди развалин. И если вслушаться, то не молча кричат нам из прошлого.